В Берском спортивном комплексе «Вега» проходит первенство Сибирского федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек. Возраст участников до 16 лет. Соревнования стартовали 14 марта и завершатся 18 числа. Итоги командного первенства уже известны. С подробностями Андрей Параев. 10 команд юношей и девушек приехали в Берск на первенство Сибирского федерального округа по настольному теннису. Главные задачи соревнований – это повысить уровень спортивного мастерства у игроков, укрепить дружеские связи между городами и, конечно, выявить участников, которые отправятся на первенство России по настольному теннису. Количество спортсменов заметно выросло. 130 юношей и 130 девочек примерно одинаково. 260 человек в личном первенстве. Самые такие наиболее многочисленные – это, конечно же, Абакан, потому что там самое большое количество занимающихся детей. И большим составом приехала Республика Бурятия. Командное первенство уже прошло 14 марта. Итоги подведены. По девушкам в лидерах команды из Хакасии. А первое место по юношам взяли теннисисты Кемеровской области. Эти команды отправятся на первенство России. Выиграли сначала Республику Хакасии 3-0, потом в полуфинале Красноярск играет 3-0 и в упорной борьбе победили команду Республики Бурятия со счетом 3-2. Два очка дал Алексей Самохи, мальчик 2007 года рождения. Он является, кстати, кандидатом на упадание сборной России на первенство Европы по своему году. Команда девушек из Кемеровской области заняла третье место, проиграв в полуфинале Республики Хакасия со счетом 1-3. Поражение обидное, но признают, что есть над чем работать. В следующем году постараются стать первыми. Нам просто не повезло. Мы попали на очень сильную команду, которая стала первой. Мы могли стать, нам просто не повезло с расстановкой. Если бы мы подгадали расстановку, мы могли даже их выиграть. И могли даже стать первыми. У нас были такие шансы. Просто у нас, они больше подготовлены, у них больше опыта, чем у нас. Команды юноши и девушек Красноярского края взяли бронзу соревнований. Но тренер доволен. Отметил, что перед его игроками стояла задача войти в тройку призеров. И они это сделали. Также пояснил, что в Красноярском крае настольный теннис не так популярен, как хотелось бы. Настольный теннис разве средненько? Средний не такое, как сказать, обеспечение. И все для настольного тенниса. Развивается он в городе Зеленогорске и в городе Железногорске хорошими темпами. Пока. А как Красноярск, большой город, миллионник. Настольному теннису мало внимания уделяют. Нам даже до третьего места было дойти сложно, так как у меня команда, ну, не очень сильная. И даже третье место нам очень помогло. Теннисистам Новосибирской области в командном первенстве не удалось войти в тройку призеров. По юношам наши земляки взяли пятое место, а по девушкам седьмое. Сейчас в самом разгаре соревнования в рамках личного первенства. Финальные игры пройдут 18 марта. Субтитры создавал DimaTorzok